Мы дальше едем. Смотрите, ой, водопад. Какой отель здоровенный. Еще и лежачий полицейский что-ли положил. Да нет, это просто, чтобы дорога не... Ой, шлагбаум стоит здесь. Еще и камера слежения, да? Можно подняться на подъемнике. Я ж так боюсь высоты. Ну, что делать? Как все, так и я. Он все на подъемнике смотрит. И я боюсь. Ну, что делать, Леся, надо. Держись крепче. Зубами. А ты за соседя своего ближнего так ухватись. А, пешочком? Мужики стоят, можешь на джипах прокатить. Ага. Но там мужик еще страшнее едет. Я не знаю, что лучше. Да, ну, что, уже когда-то ездили. Ой, а я что, вниз доловили? И не надо, в карман ложи. Наконец-то сели. Я очень боялась. Но села. Даже боялась снимать. Вообще, думаю, буду бояться. А вон Света. Да, я тут. У-у-у, Света, летим. Света, боялась я, а такое ощущение, что ты боялась. Да нет, я не боялась как раз таки. Я за тебя переживала. Что? Я за тебя переживала. Ты же все боишься. Да, боже мой. Красотень кругом. Что трещит? Ничего не трещит. Так нормально едет. Ю-ху! А ну, ты еще потягиваешься. Ю-ху! О! Мы теперь стали более ровнее ехать. Видишь, да? Ну да. Что там за нами едут? Едут. Туда не денутся, все сядут. О! Будем сейчас подниматься. Вот те облака. Ю-ху! Красота! Солнце, он выходит скоро. А воздух какой свежий. Представь. Видишь, из камней. Какая почва здесь. Разве можно что-то садить? Еще хорошо что-то растет. Камней сколько мальчик намыла. По-моему. Ой, красота. Моя песня. Леся с Олегом сзади едут. Да. Света, мы не слажим? Нет. Света, мы застряли. Вот, поехали. Господи. Ну так что остановились. Так они специально немножко придерживают. Они же когда садятся. Так вообще остановились. Нет, когда они садятся, они немножко притормаживают, чтобы люди сели. Да какое притормаживают, так чуть-чуть. А это вообще остановили. Олег даже успел кричить, что остановили. Света, ты видишь, как качает сильно? Ну, они специально тебя пугают, а ты и повелась. Да, конечно, пугают. Они специально кричат. Красотой надо любоваться, а Люба боится. Света зато любуется вместо Любы. А ты? Говорит, надо смотреть, как они будут. Ну, а в тумане мы не видим. Почему? Я вижу. Как они будут выходить, видишь? Мы даже... Там Олежка, он кричит. Ты главное, ноги убери, а я подниму. Это сиденье. Да, может, не надо убирать, надо смотреть тогда. Когда будем спускаться, надо убирать сиденье. Всё, мы... Мы в облака залетаем. Да, самые облака. Мы же облаков. Косит там. Всё, мы уже в тумане. Ёжик в тумане. Вообще ничего не видно здесь. Это, наверное, какие-то красивые. Какие же красивые. Беспожожные. И цветочки. А, это ещё цветы. Разные цвета, видишь, такие. Всё, Света? Это специально, чтобы ты поснимать могла. Да, конечно. Ну, смотри же. Поехали. Поехали. Слесные картины. На облака посмотрим, что хочется. Опять веселые картины, как сказки описать. Оно и есть, как сказки, видишь? Смотри, как будто в горы заезжают. Начало дребезжать, Света. Смотри, слышишь, да? Ну, как оно же. О, 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 Света! Люба, когда мы подъезжаем вот к этим брусьям, оно вот, ну, перекатывается, и оно дребезжит в этом месте. А так вот между ними нормально едет. Смотрите внимательно. Видишь, вот сейчас будем подъезжать к колёсам. А там вот, где колёса, там оно дергается. Тик-тик-тик, продергивается. Сейчас я тебе скажу, где будем дергаться. Вот сейчас вот подъезжаем, вот в этом месте, видишь, продергивается. Вот. Видишь? Раз-раз-раз-раз. Ну, что я говорю? Господи. Ну, подача. Уже мы приехали или нет? Нет, еще не приехали. Там еще... Сейчас я тебе скажу, сколько нам ехать. Ой-ой. Ой. Слушай, тут и так страшно, а еще они кричат там. Ну, так что, молодежь веселится. Адреналин. Они тоже боятся. Хочет покричать, ничего не боятся. Боятся. Да, чего как боятся? Вон, видишь, он снимает во всю сторону. Боятся он тебе. Здесь довольные, покрикивают. Молодежь. Эмоции, эмоции выражают. Это мы сидим во всю сторону и глядим только. Вот здесь, смотри, все это мы уже... У кого-то шляпа свалилась. У кого-то потерял шляпу. От страха. Смотри, смотри. Смотри, какая красота сзади. А сзади вообще без того. Надо было передавно снимать сзади. Как я боялась пока. Ежики вышли. Да, Леся не боялась? Я очень сильно боялась. С прибытием. Спасибо. Пойдем, пойдемте поднимать. Ага. Алира, отходи, отходи. Ноги убирайте с этого. Вася, ноги. Ага, поднимайся. Томара уже готова. Уже все знает. О, шут. О, о, сейчас как бабусик будет. Стали в аплакат, да? Ага. Три раза отчинаш читала? Да. Ой-ой-ой. Ну что ж, Тарас? Ну, требуется отчинаш получить. Видишь, как бабусик тяги? Красота. Как в облаках мы полетали, да? Ага. Ой, я боялась. Да? Да. Страшно мне было. Ну, давай, давай. Как? Ну, знаешь, как мне страшно было, особенно когда останавливались. А что страшно было? Что-то фония давала. Ты что же... Смотри, невысокое пустое. Можно спрыгнуть. Ага, спрыгну. Ты что, с высоты. Розочки, сегодня у нашей Розалии, Розочки, день рождения. Видно, нет, где ты там? Розалия, где ты там? А, вот. День рождения. С днём рождения! Поздравляем! Поздравляем! Если ты там не увидел у нас, вот здесь вот увидишь. Кстати, вот моя подписчица, мы встретились с ней здесь, на вершине горы. Где бы можно было... День рождения! Роза, поздравляй! Я желаю тебе молодости, здоровья, и чтобы ты тоже с нами вот так же ездила. Мы же с ней можем. Видишь, мы уже! Всё, поздравляем тебя! День рождения! День рождения! День рождения! Там пыры есть, казанчики. Всё. А спускаемся мы уже вместе с Васей, чтобы я не боялась. Чтобы люба не боялась. Дали самого смелого. Она сама боится падать, а со мной уже не боится. Да, Вася. Посмотри, Вася, какая красота! Ам, где горы, по головине, где стримки, потоки, рики, черемошу, ген розмай. Леця пісня на просторі, вільна, синяя, те море, про чудовий, рівний край. И, у синю дай, по над гора, милине пісня та, про чудовий край, чарівний край, черемоша и прута. Край, мій рідний край, пісенний край за взяття и труда. Ты моя любов, ты рідна матинка моя, земля. На-на-на-на-на. Най-най-най-най-най-най-най. Карпати, гори Карпати, або українські Карпати, або східні Карпати, фрагмент гірського ланцюгу альпійської епохи складчастості, який є посередині отого, от ці цепі горних масівів, Тирінеї, Апеніни, Альпи, тепер Карпати, потім Крим, потім Кавказ, потім Тяньшань, Паміралай і всі остальні цепі, які впираються в конечному случі, в конечному щоті, Гімалайі, самі високі гори Євразії, потім цепі горних піднятий Індокітаю, і аж Японія, це все, це все, пояс альпійської горній складчастості, в Америкі, продовжаючийся кордельєрами і андами, і завершаючийся аж в Австралії, цепі гор, гор на востокі Австралії, так називаємі, австралийські Альпи, це все альпійська складчастості, послідний етап горообразування на нашій матушці Земле, на нашій планеті Земля. У Карпатах, в восточних Карпатах і украінських Карпатах, тим інтересні ці гори, що вони імеють дуже високий процент, висистості. Самий ніжний пояс леса представлений буковими лесами. Собственно, ми в зоні цей щас і знаходімся. Потім, слєдуючий пояс, я вже розказував, йдуть ель, смирякові ліси, пояс смирякових лісів. Више німножко пояс криволесья, яленового, смирякового. І саме-саме верхушки без леса, це вже Субальтика. Це той пояс, откуда ми зараз спускаємся. Там лес расти не може по причині короткої вегетации. Очень сильні морозы, короткий вегетационний период, тому можуть відстрічатися віддельні породи деревьів, єдиничні, але лесних масівів там немає. Главним образом, групування травянистих растень різних растить. Спеціфічна флора доволі, високогорна, не характерна для нижних поясів растительності, для нижних поясів горної растительності. Вся своя спеціфика проявляється в Карпатах. Можемо це все увидеть здесь. Много чого тут хорошого в плані лекарственних растень, тому що природа доволі чиста. Климічних производств ніяких здесь ряду немає. Тому все можна собирати з цією применення в домашній медицині, будемо сказати, чи просто віта-чаї пить. І черника, і брусника, і малина, і ежевика, і колган, перстач прямо стоячий, і тірлічі. Нескільки видів тірлічі, і багато з цією місцеві ніякі з цією місцеві вітається в красні кніви. Собирати це не можна. Тому що рідкі растення ці стали. Вон, видно, на верхушках елі, шишки, шишки. А подожди, сніму. Подожди. Ого, скільки багато шишек. Йолові. Це буки. Листьюні деревя. Це бук росте. Главним образом. Ось ця, яка осваивалася як сільхозугоджя, де ліса сводились, полністю уністожалися ліса, для того, щоб там випасати скот, для того, щоб у вас зробити огороди. Це так називаємо полу-ніні. А то, що віше, у верхотура сама, де не растет ліс, це вже верховіні. Верхушці самі гор. Главні населенні пункти, звісно, в ніжніх частин, в частях в городу, в долинній частині гір, в долинах, в гірських долинах. Населенних пунктів високогор'є немного було і немного осталось. От, прошла наша поїздка в Карпати, село Верховина, ми там виділи, одно з самих високогорних селень в Карпатах. А так, главним образом, держатся висоти 600-700-500 метрів над уровнем моря. Т.е. в горних долинах. Условия жизни доволі сложні. Пересеченність містності, вертикальна пересеченність містності, неблагоприятствують хорошому состоянию дорогу. Чому? Потому, що тут і осадков більшоє кількість, і морозы бувають сильні, розмерзаються. Кроме того, при розмерзанні, і при таяній льда і снега, бурні потоки, дуже часто приводять к частим селевым явлінням. Сели-сели відбувають. Смывают це все. Це все влияє і на дороги, і на условія жизни. Жизнь здесь непросто, складно доволі. Ох, кака внизу красота, да? Ну да. Представь, вон там селе жити, вон там карась. Перед тобою така гора. Тут мешані лісом, там з точностю до обратного. Єль і піхта, ялово, ялицеві ліси із буком в нижній зоні, а вот бук вылез на верхній части, опять перешло в ельник. То є чіткій закономерності цей поясності нету. Меняються ролями, бук і ельник. Ну і щас ще вот це вот... Непридержання вот цих закономерностей большой частю вина лежит на людському, тому що довгое время вот ці вот стремки, як сказати... Стремітельні. Ні, не стремітельні, це быстрі стремки. Це круті, круті, круті склони. Залишнялися чоловіком іскусственним путем. І в Карпатах от по військові годи практикувалися штучні посадки елі теж в нижніх частях склони. Тому вмісту бука часто густо, внізю растет ель. Вона в більшості вісті іскусственного проісхождения. Хоч щас здесь возобновительний процес в лесу идет безпроблемно. Якщо ліс вбрали, тут же виростає береза, осіна, а під ней засівається ель, бук. І потім береза, осіна це быстроростущі породи, вони быстро уходять, падають, гніють, а на їх місці піднімається буковий ілівий ліс. Сидить дівка на весіллі, локтями ще сперла, поглядає на тарелі, босяни на жерла. Чуваю таку карпатську коломейку. О, смотри, внизу машина. Сіло. Це Буковець, да, сіло називається внизу? Пилипець. А, Пилипець, Пилипець. А я думаю, Буковець. Пилипець, сіло внизу, Пилипець. Пилипець, да. Усіму капець. А смотри, ось ушли ці облака, і зразу тишина така, і вєтер теж перестав. А на верху бусинь. тощо падає температура вночі, сонечко в день прогріває, поверхню зиму, вона нагрівається, підвищується вологість. А потім падає температура, виникає точка роси, формується туман. І той туман цілу ніч набирається, набирається. Підранок, сонечко встає, прогрівається, і він знову розлетається, випаровується. Ось, і в такому режимі. Це так звані опади, свої конвіктивні опади. Ми считаємо, якщо осадки, це дождь, снег і так далі. А в більшій мере, чим цей дождь і снег влияється на життя растіння, от такого типу опаду, осадки. І туман, і то, що в почве, теж за счет перепаду температури, влага в виде пара, в виде воздуха, которая концентрирована в цих капиллярах почви, ночі превращається в житку фазу. Тому растіння, даже в саму крутою засуху, імеє підпитку за счет вот этой конденсированной влаги. І таким образом, вживає корнева система, підпитує ночі растіння, за счет этого вони вживають в саме сложні, сухі періоди, летом, скажімо. Також і в воздухі конденсат образується. Чим більше перепад температур, тем чаще возникає момент точка росы, і тем чаще получаються вот эти конденсатурні осадки за счет конденсации влаги. Пара за счет гігро переходит в гідро. За счет пара, наличие пара в воздухі или в почве, получается жидкая вода при перепаді. Вася, ти видела? Подписчиця моя на самой високій горе. Здесь, да, не видят? З Хмельницького. Вам привет, да, Аня? Привет вам. Где только не встречаешь подписчиков, даже когда была на скелях Добуша, там была в Голландії, в Германии, везде. В Германии, в Швеції були, і в Резі бачили тоже. Подписчики. Покажи ти, Сереже, Тулю! Я, говорит, ваша подписчица, я, говорит, знаю, что вы были, что вы приехали в Карпат, и надо же здесь встретиться, да? Ну да. Мир такой маленький. Да, чем больше средств вот этих общений, тем меньше становится наш мир. Да. Тем друг друга больше знают. Друг друга больше знают, действительно. О, хорошо, нам повезло, Вася, что сегодня дождя нет. Да, уже. Такой третий день без дождя. Это уже прогресса. Ой, чобачка едет. Ой, чобачка. Уже можно прыгать. Вася, прыгай, я засниму. Да, не жалко. Буду прыгать. Главное, удачно приземлиться, Вася. О, Галя со Светой. Ю-ху. Приехали. Не забывайте поднимать. Ноги убирайте. Я же так бы и летала, и летала. Да, да, не говори. Красиво. Целый день, да? Да. Поднимай, Дамар. Не добрались мы до Колыбы еще. Решили еще здесь немножко подобедать. Себе такое вот местечко нашли на улице. Вова, иди сюда. Мау, да, Мау. Очень вкусненько. Оксана, смотришь за Вовиком? Очень вкусная еда сегодня. Посмотрите. Печеное сало. Шашлык вчерашний. И что-то еще? А, шашлык, да. И шпик. Шпик. Это Галя. Запекала в печи. Вот так вот, давай покажу. Посмотрите. Вкуснятина, запеченное сало. В печи. Генеральское. Генеральское, да. Хорошо, что мы утром туда поднялись. Потому что как раз было, во-первых, много людей, во-вторых, облака были, а сейчас уже все, да. А тут облака были внизу. Да. Зато сейчас солнышко вышло и стало жарко. Можно даже куртку не одевать. Коптер лежит, Настя, там сзади. Лежит. Если ты положил, значит лежит. Наверное, что ты положил. Сумки вот эти. Ну, там уже не видно, она заложена все. О, здесь прямо возле отеля. О, Азиз звонит. О, Азиз звонит. Вы не по той, говорит, дороге поехали. Надо было, говорит, ехать через Ивано-Франковск, говорит, надо было ехать. Там, говорит, красиво. Только мы через Ивано-Франковск. Хорошая, говорит, дорога. Не, мы же поехали через Волг, через Стрим мы поехали. Короче, надо еще, как раз, вбивать ямы. Ну, а Лехогарда, ты бы на мойке? Да, потом мы же в городе будем.